В нашей студии психотерапевт, мастер НЛП, автор серии книг и тренингов о правильном снижении веса Сергей Гудков. Сергей Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Спасибо большое, что вы нашли время сегодня прийти в нашу студию. И Кутску очень повезло, что вы у нас есть, потому что вы продолжаете отвечать на вопросы слушателей и зрителей, которые поступают и поступают. Вот уже ношу с собой прямо пачку вопросов, которые мы не успеваем каждый раз осилить. И я думаю, что сегодня можно с места в карьер начать и продолжать на них. Конечно. На какие-то вопросы мы успеем ответить. Поехали. Да, обязательно. Вопросы я собрала в соцсетях. Для тех, кто не успел мне заранее задать свой вопрос, у вас есть уникальная возможность это сделать сейчас, лично. Телефоны 32 00 66, 32 11 66. Звоните и задавайте свои вопросы Сергею Владимировичу Гудкову. А я пока зачитаю те вопросы, которые у меня накопились, подсобрались. Вот для кого-то утро – это хорошее время суток, и оно доброе. А женщина 46 лет спрашивает, как ей уснуть ночью, чтобы утро было добрым. Бессонница мучает уже много лет, она устала, некая тревожность. Если даже ночью и спит, то это сон очень прерывистый. С чем это может быть связано и что с этим делать? Не так много информации, конечно, но первое. Часто бессонница обусловлена тем, что человек просто не соблюдает определенные физиологические правила. Когда человек ложится, а перед этим плотно поел, когда человек смотрит телевизор, особенно что-то такое возбуждающее, когда человек перед сном курит, употребляет какие-то активирующие вещества. То есть первое – сон нужно, вернее, полезно планировать, хорошо планировать. То есть я поем спокойно, поем чуть-чуть, у меня будет время до сна, перед сном я приму ванну, душ, прогуляюсь, подушу свежим воздухом, как-то успокоюсь. Это первое. Второе – часто в голове крутятся мысли. Вот те самые тревоги, проблемы, которые человек не успел в течение дня решить, как-то отреагировать, эмоции, которые бурлят, которые… Нам же трудно их сразу пережить, сразу воплотить в действие. Тогда в таком случае помогает дневник. Дневник, когда человек записывает туда все, что беспокоит, вот это вынесение наружу того, что крутится внутри, оно снижает эту напряженность и становится спокойнее. Третье. Для того, чтобы хорошо, крепко уснуть, часто помогает самогипноз. Есть даже стратегии, как засыпать. Я могу коротко-коротко сказать про основные этапы. То есть перед сном, когда уже человек лёг, расслабился, мысленно пройтись по телу, и есть хорошая последовательность. Первое – это спокойствие, когда человек находит где-то участок спокойствия, распространяет по всему телу. Дальше – это расслабление. Но они часто связаны. Ну вот порядок такой. Дальше – это расслабление всего тела. Потом у нас идёт тяжесть. За расслаблением следует тяжесть, почувствовать тело тяжёлым. Потом найти тепло и согреться, согреть всё тело, и перейти в лёгкость. Вот из лёгкости стоит засыпать, потому что если эта последовательность нарушается, допустим, человек засыпает в тяжести, но он просыпается часто с тяжестью. А вот чтобы хорошо спать, хорошо, легко просыпаться, чувствовать себя отдохнувшим, полезно в последней стадии прочувствовать лёгкость и давать себе команду, что я засыпаю в этой лёгкости, дам кучу образов, которые могут быть. Мы это подробно разбираем на занятиях по релаксации. Но очень коротко, очень схематично. Я, по-моему, где-то эту схему описывал, или она есть на ютубе, не помню уже. Вроде я выкладывал. Но она наверняка есть в вашей книге. Да, вот в самогипнозе тоже есть, да. Есть, есть, есть. Есть эта структура точно. И неужели можно самому это освоить, то есть самому научиться себя гипнотизировать? Неужели это так вот в стольки страницах помещается, такая наука сложная? В это трудно поверить. Дело не в сложности здесь, дело в регулярности. Если её мучает бессонница уже несколько лет, она задаёт вопрос. Значит, ситуация актуальная, правильно? Для того, чтобы освоить самогипноз в целом, ну, 2-3 недели, начиная от самых-самых первых упражнений, для того, чтобы почувствовать первые признаки такого лёгкого транса, заканчивая конкретным упражнением, которое позволяет изменить ту или иную ситуацию. В нашей книге мы как раз с Михаилом Копытовым, с моим коллегой, с автором, мы подобрали наиболее типовые ситуации и наиболее типовые вот эти гипнотические, самогипнотические формулы, как эти ситуации решать. Да, вот там точно есть. Спасибо большое. Но если кто-то не осилит книгу, то он может прийти, в общем-то, за наукой от первого лица всё узнать. Так, мне кажется, проще, когда тебе показывают, рассказывают, тобой занимаются, говорят вот здесь, прислушайся к себе здесь, глаза закрою. Проще, да. Да, проще. Проще, потому что прелесть занятий в чём? В том, что есть обратная связь сразу, когда можно, вот у меня вот здесь, да, какой-то вопрос, или правильно ли я сделал так, или вот в этом моменте, можно сразу получить ответ. Да, в книге этого нет. Но если нет возможности идти на занятия, то книга. Пока камера настроена на меня, ещё раз покажу нашим зрителям книгу. Самогипноз для тех, у кого мучает бессонница, и кто хочет себя загипнотизировать на что-нибудь хорошее. Например, на деньги, на то, чтобы деньги привлечь. У нас, кстати, где-то есть такой вопрос, про деньги мы до него, наверное, дойдём. Ещё есть вопрос, женщина 50 лет, про отношения, муж алкоголик у неё, или про зависимость это. Как ему помочь, спрашивает она. Она составляет ему компанию, но это очень плохо заканчивается. После мы дерёмся, она говорит. То есть помогает она, видимо, как-то неправильно. Наверное, наверное. Сложная тема. Если, опять же, коротко, принципиально, как помочь алкоголику. Во-первых, здесь полезна семейная терапия, как для всей семьи, где есть вот эта вот проблема. В семье у нас как? У нас есть определённые циклы функционирования, есть некие цели для семьи, как для системы. И считается, с точки зрения семейной психотерапии, если появляется проблема у кого-то одного, это проблема всей системы. То есть там какая-то кривая или дисфункциональная коммуникация, просто она проявляется у одного, но проблема во всей системе. То есть нет такого, что вот это ты, да, это из-за тебя, это у нас, да, просто ты это проявляешь. То есть здесь полезна семейная психотерапия, это раз. Здесь полезна отдельная помощь этому человеку. Причём важно, чтобы он тоже сам хотел, потому что если он не хочет, естественно, и биология есть, биохимия есть, это всё влияет на результат. Потому что если он сам не хочет, а может быть, у него нет каких-то мотивов пить, бросить пить, вернее. А зачем? А человеку нравится, правда, он не понимает, что ему это мешает. Потому что люди, которые, ну, с некоторой точки зрения считаются зависимыми от употребления химических веществ, часто не хотят. И лучший момент для того, чтобы они изменились, это тогда, когда они метафорически падают на дно. Когда вот всё рушится, когда конец, край, человек не просто понимает, он чувствует, что уже всё, ещё немножко, и человек умрёт, тогда есть сильный стимул меняться. Но, как говорили основатели анонимных алкоголиков, кто-то из них, я уже не помню, они говорят, что иногда алкоголик падает так быстро, что он попадает сразу под землю, то есть не успевает удариться одно. Вот так, к сожалению. У каждого есть выбор, в конце концов, все взрослые люди, если это речь, конечно. Это очень сложная проблема, и кажется, что вот как я могу ему помочь, ему, ей помочь, вот если человек не хочет, не хочет, ну, почти невозможно. Если человек хочет, и то это проблема, да, когда вот самого же человека достало, когда критическая ситуация, и тогда полезна работа и с этим человеком, со всей семьёй, потому что... Но она же его поддерживает по факту, по факту получается, что он пьёт, она что-то делает, там есть определённый эмоциональный цикл, который всем, получается, выгоден или как-то нужен. И эта ситуация будет длиться и дальше, и дальше, если не будет изменений. И если он не захочет, вот если действительно ситуация сильно достала, а если он не захочет, тогда что? Ну, тогда важно отделиться, хотя бы не участвовать в этой игре. Иначе она тоже рискует оказаться там же. Спасибо большое. У нас сегодня особой и темы-то нет, и вы так универсально отвечаете на вопросы из разных абсолютно категорий. 32 00 66, 32 11 66, телефоны прямого эфира в нашей студии психотерапевт, гипнотерапевт, тренер НЛП Сергей Владимирович Гудков. Задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира, хотя у нас и так их очень много. Женщина 35 лет, у меня отношение качели, она говорит, сегодня я люблю своего парня, завтра он сделал что-то не так, что мне не нравится, и я перестаю его любить. Но самое ужасное то, что когда я нервничаю и переживаю, я употребляю очень много лишней еды. Ну, я её очень понимаю. Что с этим делать? Давайте начнём с последнего вопроса. Я нервничаю и употребляю много лишней еды. Это типовая ситуация в нашей стране, вообще в нашей культуре, переедание в ответ на стресс. Приём лишней еды обладает действительно такими успокаивающими свойствами, при этом есть последствия. Самая простая технология здесь это найти другие способы, как справляться со стрессом. Она же чётко связывает, что вот я нервничаю, тогда переедаю. То есть это не голод, это не физиологическая потребность, это просто некий шаблон. Еда здесь выступает, причём лишняя еда, в качестве транквилизатора. Найти другие транквилизаторы, в кавычках. Это может быть медитация, самогипноз, опять же, который позволяет мне с эмоциями работать. Это может быть йога, это может быть какая-то просто активная физическая деятельность, чтобы эти эмоции выплеснуть. Полы помыть, вы ещё как-то говорили, я сейчас вспоминаю. Помыть полы, попрыгать, походить, это может быть введение дневника эмоций для того, чтобы это выносить наружу. Это может быть личная работа с психотерапевтом для того, чтобы научиться по-другому к этому относиться. Таким образом мы регулируем приём пищи. Ну и первое, отношение качели, видимо, она ищет какой-то интенсивности, и не хватает вот этого полноты чувств, что ли. И это может быть заложено культурой, когда считается, что любовь — это обязательно должно быть много боли, много страданий. Без страданий любовь — это не любовь. Вулкан. Да-да-да, и она этого ищет. Может быть, у неё ожидание того, что это будет так же, как в начальной фазе отношений. Мы как-то говорили про циклы отношений, что интенсивность чувств разная. В то время, когда пора, может быть, уже немножко успокоиться, она всё равно ждёт какого-то взрыва. И находит его, находит со всеми последствиями. То есть поменять вот этот шаблон в голове, понять, чего она на самом деле хочет, зачем ей это, и как она может получить всё это по-другому. Спасибо. Женщина, 32 года. После общения с подругой болит голова и болит спина. Уже не раз это замечала, но подруга очень хорошая, общаться она хочет. Продолжать. Очень хорошая подруга, аж тело отзывается. Аж тело отзывается, да. Аж тело отзывается. Аж ноет. Ноет, да. Ну, я предполагаю, что подруга что-то такое делает или говорит как-то, что она отцепляет автора вопроса. И когда так сильно отзывается тело... Когда так сильно отзывается тело, у нас сейчас будет... Мы прервемся на рекламу, я думала, чуть...